На сайте «Активный город» администрации Магнитогорска с 24 сентября по 1 октября проводился сбор идей об организации движения маршрутного автотранспорта и трамбаев. Поступило около 40 обращений. О принятых мерах сообщил журналистом заместитель главы города Юлий Элбакидзе. Много было обращений по маршруту номер 24. Люди жаловались, что в часы пик маршрутки переполнены или их приходится очень долго ждать. В результате проверки выяснилось, что перевозчик выпускал на линию меньше автомобилей, чем заявлено в маршрутной карте. С ним была проведена работа, после чего жалобы прекратились и количество указанное в маршрутной карте автотранспортных мест сегодня работает на этом маршруте. Как выясняется, не утихают страсти по 42 маршруту. Он отменен более полутора лет назад. Несмотря на это, незаконные перевозки по нему осуществляли некие частные лица, при этом подвергая риску жизни пассажиров. С нарушителями боролись и сегодня 42 маршрута нет и маршруток с таким номером быть не должно. Три или четыре раза этот вопрос мы рассматривали и всегда приходили к мнению, что сегодня, если его еще запустить, как просят некоторые жители, то мы получим переполнение транспорта, особенно на тех улицах, где он ездит. Это у нас в основном идет улица Карломаркса. По мнению некоторых гаражан, было бы неплохо увеличить количество транспортных средств на маршрутах номер 22, 46 и 47. Сейчас автобусов приходится ждать по 15 минут. По мнению Юлия Элбакидзе, это вполне допустимый временной интервал. Мы рассмотрели вопрос увеличения количество транспорта на этих маршрутах на транспортной комиссии. Но я предупрежу, что на сегодняшний день потребностей нет, так как по этим маршрутам есть альтернативный вариант. Это движение нашего городского электротранспорта. То есть это трамваи, маршрут номер один. Завеститель главы города сообщил также о том, что Макгортрансу дано задание проработать вопрос об оптимизации трамвайных маршрутов номер 15 и 21. Ответ заявителям дадут в ближайшее время. Андрей Рыжков, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.